Здравствуйте, дорогие мои друзья! Всем прекрасного вторника, в то время как вы ходите на работу, я сижу на выходном. И вот Артём Быстров мне выслал база Alt-Star Kit. Не P8, а P9. Девятая платформа бета. Сегодня мы посмотрим. Я выбрал версию с графической оболочкой Cinnamon. А то всё или KDE-5, или XFSE, или LXDE. Вот почему-то эту оболочку я обижаю, хотя она мне капец как нравится. Давайте запустим виртуальную машину. Короче, я вас не обманул. Девятая платформа написана. Вот, вот так выглядит приветствие. Можно запуститься жёсткого диска, Live CD. У нас будет именно Live CD. Нажимаем F2, выбираем язык русский и нажимаем Live CD. Вот такой вот интересный ползуночек. Народ, при всей моей любви к базе Alt, не надо бежать и страстно скачивать бету, потому что это бета. А ещё ВКонтакте есть группа, вот такая вот, где вы можете узнать гораздо больше информации. В этой группе бывают даже разработчики. Тут вы узнаете все последние новости базе Alt. И не только базе Alt, например, какой-нибудь вообще интересного open-source программного обеспечения. Заходите обязательно сюда. Итак, вот мы запустились. Тут нам рекомендуют всё позакрывать. Давайте начнём установку. Ну, мне кажется, инсталлятор-то не особо-то изменился. Здесь лицензионный договор, рекомендую почитать. Ну, в любом случае он более такой мягкий. Не такой, как у Microsoft. Ставим галочку, соглашаемся. Беларусь Минс, какие? Давай по умолчанию. Так, если у вас чистый и жёсткий диск, нет никакой информации, можете просто нажать «Далее». Если нет, то подготовка разделов вручную. Такая же самая, как в любом дистрибутиве Linux. У меня есть отдельный ролик. И вообще, вот куча роликов, где я как раз занимаюсь тем, что разбиваю жёсткий диск. Ну, и вот сама установка системы. Вообще, по идее, здесь должны быть такие интересные фотографии, где написано, что это самая лучшая операционная система. Всё как всегда. Откиньтесь на кресле. Там, выпейте кофе. Ну, это сборки StarKit. Они маленькие, минимального размера. То есть, обычная база Alt занимает почти 4 гигабайта. А StarKit может занимать, всё в зависимости от набора программного обеспечения, графической оболочки, может занимать ещё меньше. Итак, система установилась. Тут есть сообщение о том, что ускорения никакого не будет. Поэтому может быть нагрузка на центральный процессор. Ничего страшного. Систему мы посмотреть сможем и так. Это графическая оболочка CINEMON. В народе называется корица. Четвёртая версия. Как я узнал, что это четвёртая версия? Потому что вместо старой панели задач у нас вот такая вот более современная, которая больше напоминает MS Windows с миниатюрочками. Довольно удобно и красиво. Файловый менеджер NEMO. Это форк старого гномовского файлового менеджера. Nauteus 2.32. Ну, естественно, он уже выглядит гораздо более современно. И, как говорится, пошёл своим путём. Сама оболочка мне очень сильно нравится. Несмотря на то, что, в принципе, она основана на том же самом Gnome 3. Хотя уже давным-давно пошла своей дорогой. Изначально её создавали для того, чтобы она чем-то напоминала Gnome 2. Но, если честно, с каждым годом она больше и больше напоминает мне графическую оболочку Windows. И это неплохо, потому что ты с Windows пересаживаешься на Linux. И тут всё элементарно просто. Всё просто найти. Ты знаешь, где оно находится. Вот тебе пуск. Вот тебе трей. Вот тебе настройка звука. Ничего сложного здесь нет. Но это Linux терминал никто не отменял. Так, версия ядра в бетке у нас 4.19.42. Но я бы сказал бы, что ядрышко-то не очень-то и свеженько. Но, тем не менее, все современные прибамбасики, они могут прикручивать и к более старому ядру. Я считаю, что спешить не надо. Стабильность только стабильность, товарищи. Мопосаран. Так, версия X сервера 1.2.4. Далее, давайте сходим в репозиторию. Немножко артефажит. Это потому, что я виртуальные драйвера не поставил. А надо бы, наверное. Я просто спешу. Пока ребёнок спит, я могу спокойно записывать. Как только он проснётся, у меня начнутся проблемы. Так, пакетный менеджер находится у нас в параметрах. Он же Synaptic. Ну, кто использует Debian? В курсе, что это вообще за программа такая? И кто не в курсе, что в базе Alt используется Synaptic? Это так. То есть, несмотря на то, что здесь у нас пакетный менеджер Synaptic, или же apt-пакеты, здесь у нас RPM. Так, получим сведения. Итак, по дефолту здесь 48817 пакетов. 1478 пакетов установлено. Репозитории можно выбирать. То есть, не обязательно, как в той же самой Ubuntu или Debian, всё время добавлять. Здесь можно просто из списка выбрать нужные вам репозитории. Вот по дефолту подключено 3 зеркала у нас. О, праздник, господа, они добавили с коробки OBS. Да-да, в восьмой платформе для того, чтобы установить себе OBS и постримить, это было что-то с чем-то. OBS просто не было в репозиториях вообще. А теперь просто какой-то праздник души. Просто реальный праздник души. В принципе, всё, что нужно, здесь есть. Но всегда ещё можно прикрепить сюда пакетик от OpenSUSE, Fedora, но это всё на ваш страх и риск. Ну или вам расскажут способ, как данный пакет установить. Например, на форуме сообщества AltLinux. Там всегда можно, ну, испортить нервы кому-нибудь, повыносить мозги и поспрашивать, что да как. Вроде бы пока ещё не банят. В качестве браузера здесь у нас 60-й Firefox, Quantum, ESR. То есть это стабильная версия, типа как есть LTS операционной системы, так вот есть ESR с длительной поддержкой. Вот это уже у нас браузёр такой интересный. Сразу скажу, что это бета. И тоже ядро, X-сервер, версии программ могут в любой момент поменяться. Потому что я думаю, что ещё недели, две или три дистрибутив будет тестироваться. Будут находиться какие-нибудь неприятные дырочки, трещинки и шпаклеваться. Ну, давайте так мельком пройдёмся, посмотрим какой тут с коробки софт. С коробки у нас тут GIMP 2.10, наверное, да, в пиндюреле. Ужасно, я его ненавижу. Да, 2.10. Ну, вообще никакого у меня понимания с данной программой нет. Ещё 2.8 я ещё как-то переношу, 2.10. Я не понимаю, зачем менять местами всяческие элементы фильтров, настроек. Тут уже резкость невозможно найти, короче, дичь. Ну, главное красиво. Самое главное, что красиво выглядит. Далее, так, инструменты. Ну, здесь калькуляторы, блокноты, файловый менеджер вот такой вот консольный. А, это не файловый менеджер, это у нас такой блокнот. Ну, и файловый менеджер MC здесь тоже должен быть. Давайте я вам его покажу. Вот так он выглядит. Вот, для тех, кто помнит Волков, Нортон, Командер, ДОС, Навигатор. Вот, пофапать на старину всегда можно. Дальше. Мультимедиа. Ну, ОБС я установил. Броссер, это для записи болванок. Медиаплеер. Что это у нас такое? Может, какой-нибудь предок тотема? Совершенно верно. Предок тотема. Он сейчас так и называется у нас. А, нет, это какой-то X-плеер. Ну, видимо, очередная морда для M-плеера. Кто в курсе, тот меня поправит. Нет, тут просто совсем не уследишь. Программа музыка сейчас запустится. Вот так она называется. Ай, диджей тут написано. Потряси бубенцами. Хи-хи-хи. И больше ничего тут нет. Ну, написано папка с музыкой. Найдешь папку с музыкой, добавляешь, и уже там будет кнопка play, stop и перемотка. Круто. Далее, офис. Его здесь с коробки нет. Это старкит. Здесь я вам уже говорил, что дистрибутив может весить вообще ничего. Здесь минимум программного обеспечения. Это для того, чтобы быстро так систему поставить и под себя там все поддоделать. То есть, это для тех, кому не нужен стандартный большой дистрибутив. Забежали по-быстрому, скачали. Вот, к примеру, я качал ценам он. Есть вообще там чуть ли не без DE. Есть Mate, LXQT, LXDE, KDE5, KDE4. KDE4, кстати, уже не собирают. В старых старкитс P8 были KDE4. XFSE. Ну, тут я вам так скажу, что оболочек гораздо меньше. Ну, вот, например, Gnustep они оставили. Так, SVM есть. XFSE. Ну, вы суть поняли. TDE не вижу, но я надеюсь, что дособерут все остальное. Вкладка полезна. Хрен его знает, что это. Сеть. Значок, кстати, вот этот сеть, сохранился еще с дистрибутива Mandrake. Здесь, в самой системе. Потом он в будущем использовался также в Mandrake. И местами его можно выкопать в самой системе RASA. Если они его не выковырили. Modem Manager GUI. Хрен его знает, что это. Видимо, то ли программа настройки Wi-Fi, наверное, или еще что-то. Без понятия, что это такое. Ну, наверное, полезная программа, какой-то менеджер настроя. Сеть. Так, ну, Mozilla Firefox, это понятно. Mozilla Thunderbird. А я еще раньше говорил, любил с таким прусским акцентом. Знаете, такого прусса усатого, который жрет колбасу и пьет с деревянной кружки L. Говорит, Thunderbird. Это Pigeon. Классная такая штука для того, чтобы общаться через Аську, Джаббер и Skype даже можно подключать. Еще там что-то такое. В старых моих некрофильских обзорах древних Linux'ов он называется Gaim. Потом уже в будущем был под названием Pigeon. Программа, если честно, мало чем-то изменилась. Особенно внешне. Понятно, что какой-то новый функционал появляется. Вот видите, Джаббер можно. ИРЦ даже подключить. И осекю. Megalol я учетку не ввел, но тут показано, что я онлайн. Наверное, палит мое местоположение. Далее у нас система. Здесь у нас различные настройки. Штуки для записи на флешку. Редактор реестра. Gnome. Редактор конфигурации. Анализы различные. Ну, не кало, естественно, использование диска. А что? Ну, как нам выше писали, из-за того, что я не настроил нормальные виртуальные драйвера, поленился, короче, процессор может грузиться сильнее. Хотя, видите, пока ничего не делаешь, нормально. Жрет система у нас сейчас 858 мегабайт оперативной памяти. Ну, это она жрет 858 гиб. То есть разница между гиб и гигабайтами большая. То есть на самом деле здесь выделено 2 гига, а гиб выделено 1,92. То есть теоретически, значит, система у нас жрет, грубо говоря, не 858 мегабайт, а целых 900 с копейками. Ну, что вы хотите? Это же корица. Это не XFSE, не LXDE, понимаете? Это корица. Корица будет жрать даже больше, чем те же самые пятые кеды. Но, но. Корица стабильная, красивая и приятная. Хотя, красивая и приятная можно было бы вместе совместить. Разницы нет. Забыл то, что удобно. Ну, реально, интерфейс почти такой же, как в Индии. Администрирование. Ну, это та самая, как я ее называю, ACC. Или Alterator. Это у нас центр управления системой, операционной системой Alt и база Alt. Где вы можете настроить дату и время, системные службы, загрузчик, учетную запись, настройка интернета, дисплея. Например, включить тот же самый коммерческий видеодрайвер. В стартите нет его с коробки. И придется его устанавливать ручками, ручками из репозитария, командами. А в большом дистрибутиве он уже присутствует. Вам просто нужно зайти в ACC, нажать дисплей, выбрать там данный драйвер. Вот тут выбираете там коммерческий и все. Перезагрузили систему и вуаля, у вас коммерческий драйвер работает. Что касаемо настроек, они такие же самые, как в том же самом Linux Mint. Вот такие вот графические приблуды. Все довольно простые. Если у вас оборудование нормально поддерживается, то ничего сложного у вас не должно произойти. Также есть нескучные обои и тема оформления. Тоже нескучные, довольно интересные. Так, а обои-то тут и нет, короче. Боль, печаль. Ну а темы-то должны быть какие-нибудь? Ну, по умолчанию здесь дефолтная стоит. Так и что, ничего нету? Ничего и нету, понимаете? А ну вот, иконки есть. Вот такая, более плоская, интересная. Есть темная версия, понимаете? Такая, более модная. Можно выбрать Адвайта или какой-то курсор без картинки. О, ну вот такой, более приятный. Ну и тема, тема тоже тут одна. Ну, темы всегда можно докачать. Даже была тема оформления в стиле Windows 10. Я вам честно скажу, что практически даже не отличить. Ну, кто шарит, тот присмотрится, сразу поймет. Ну, как-то так. Еще можно присобачить здесь шапку поменять, значки от десятки и вуаля. Ну что, народ, изначально я хотел сделать большой обзор, но я не увидел в этом смысла, потому что это бета-версия. Поэтому это у нас будет ролик из рубрики «Пару слов про». Обзор будет, когда девятая платформа релизнется. Ну, а пока мы просто так бетку покрутили, посмотрели, поинтересовали что да как для общего развития. И на этом я заканчиваю. Всем пока. Спасибо за внимание, товарищи. Хорошего дня. Хорошего дня.